Народ, здорово! Сегодня поговорим немножко про покупку тачки в Калининграде. В общем, я когда там был, разговаривал с одним перекупом, бывшим перекупом. Но он мне рассказал любопытнейшие всякие фишки. Я ему говорю, вот тут в Калининграде слава такая, что вот машины скорее всего из Европы приехали, где идеальные дороги. А в Калининградской области дороги тоже хорошие. Короче, но есть резон брать тачку в Калининграде. Но он так заулыбался, говорит, чувак, сейчас кое-что тебе скажу, говорит. Бывают варианты, что на этой славе перекупы играют. Предположим, в реальности тачка уже давно ездила по Москве. Потом или ее специально привезли в Кёник, или она случайно туда попала с очередным хозяином. Короче, перекупы не без помощи госслужащих делают новую ПТС, в которой изображают недавнее приезд автомашины из Европы. Вот, точку въезда Польшу ставят. Ну и, дескать, по российским дорогам там год ходила. Дело верное, надо брать. Вот, так что... Ну и второй вариант. Тачка действительно из Европы. Но из какой? У этих всех перекупов есть товарищи в Литве, да? Русские они же везде. Вот, эти литовские умельцы, они... Ну это же старая, известнейшая тема. Они рады, как сказать, со всей Европы забрать весь автохлам, из него спилить, спаять, ну вот, из говна конфетку. Например, Франция, как известно, у океана. Иногда бывает наводнение. По французским законам на утопленниках нельзя ездить по Франции, в общем. Их оттуда изгоняют. Кстати, представьте, что у нас бы в стране был такой закон. И так беда. И так... И так наводнение, так еще и машиной нельзя пользоваться. Как бы вы закричали. Видите, как у нас Россия свободная страна. Можно пользоваться машиной, даже если она утонула. А во Франции нельзя. Ну, этим пользуются литовцы ее. Забирают, чуть-чуть подчищают. На автовозе забирают или на эвакуаторе. Отмывают, подчищают. Подпаивают. И это... Ну и в Калининград. Завозят. Тоже делают небольшой крюк. Не с Литвы. Точка въезда в ПТС. А с Польши. Чтобы, дескать... Там, из Германии привезли. Ну, там уже в ПТС ничего не надо подделывать. Там все как есть. Действительно из Европы. Но только вот такой утопленник. Как с этим бороться? Ну, конечно, чтобы не попасть на таких товарищей. Ну, конечно, надо смотреть, кто вам продает вообще на человека. То есть, в принципе... Ну, в принципе, вычислять перекупа. Плюс, у некоторых стран Европы можно за деньги или бесплатно смотреть историю тачки по Вину. Ну, была она в этой стране, когда уехала. Ну, и всякое такое. И сравнивать с тем, что вам рассказывает продавец. И что в ПТСе написано. Вот. Ну, на этом спасибо. Я знаю, информация не новая. Но тоже снимите розовые очки, друзья. До свидания.